Сегодня у нас, насколько я помню, уже 14 октября, и насколько я помню, что мы всегда по четвергам в 22 Москвы встречаемся со Светланой Лавровой, которая как раз-таки с 14 марта, Света, это так, прекратила потребление из внешнего мира, и сейчас полностью уже 7 месяцев сегодня, как Светлана на вот таком питании, наверное, внутреннего больше характера, как это происходит, и что именно Светлана расскажет сама. Ну, а я тороплюсь сказать, что только завершился у нас марафон со Светланой, марафон, как же он у нас называется? Вознание себе. Я не расслышала, потому что я вот сейчас как раз первая. Марафон возможности меня. Потому что впервые в жизни я всё записывала, друзья, и хотела бы с вами сегодня немного поделиться тем, что теперь я точно знаю, как нужно заходить, что происходит во время всех этих процессов в течение 7 дней, и как нужно выходить. Потому что у нас были разные, скажем, разные опыты, и очень интересная группа была, с которой, в общем-то, мы от суток до 7, у нас есть такие люди, которые более 7 суток, есть человек такой, я думаю, что сегодня он будет, и как раз-таки более 7 суток был один Владислав у нас из Чехии, который смог пройти этот марафон за всех за нас, друзья. То есть он был у нас как, знаете, локомотив. И чему мы несказанно рады, и теперь знаем, что есть к чему стремиться, и мы прям вот в одном потоке всё это чувствовали, видели, слышали, участвовали. Ну что ж, друзья, давайте поприветствуем Светлану, потому что я что-то боюсь, что меня сегодня не остановить. Светочка, здравствуй ещё раз. Здравствуйте. Ну и вот огромное спасибо за такой марафончик, и хочу сказать, что сегодня Светлана нас уже вывела на второй марафон депривации сна, и это тоже очень интересно. Что будет завтра, я ещё не знаю, но, по крайней мере, сегодня у нас была предварительная встреча, где Светлана нам дала ценные указания, рекомендации, и, конечно же, мы будем им следовать, потому что очень хочется попасть в состояние такое вне времени, в иную плотность. И вот эти все вот вещи, о которых я слышала от моих друзей, которые меня привели в автономию, они могут случиться с нами уже завтра, друзья. Итак, поехали, Светочка, есть ли у тебя вопросы, а я пока посмотрю на канал YouTube. Так, есть, конечно же, вопрос, что такое аппетит? Аппетит, если мы будем разбирать это с физиологической точки зрения, то это, наверное, когда у нас по определённым причинам запускается пищеварение, у нас начинает выделяться желудочный сок, мы хотим кушать, и возникает чувство желания поесть. А вообще аппетит – это, наверное, больше психологическое такое состояние, которое вызывается, наверное, оно будет ближе к привычке, когда мы привыкаем что-либо кушать на каких-нибудь этапах нашего жизненного пути, и именно некоторые ситуации нас как раз и выбрасывают в такие моменты, когда у нас появляется аппетит, именно психологические наши состояния, потому что мы, наверное, каждый испытывал такие моменты, что вот не кушает кто-то уже какое-то определённое количество времени, да, и аппетита нет, потому что мы чем-то заняты, мы чем-то увлечены, в нашей жизни появилась какая-то эмоция, которая сильнее, чем еда, и вот на этот момент, когда вот эта эмоция в нас бурлит, то чувство голода и аппетита у нас не возникает. Есть ещё такой вопрос. Есть ли в человеке что-то лишнее? Я думаю, что в человеке лишнего нет вообще ничего, и если на каком-то этапе своего становления человек понял, что на данный момент вот это ему больше неинтересно, как в своей жизни, так и в своём теле содержать, то это от него уходит. То есть каждая лишний вес, либо наоборот худоба, либо если какие-то болезни, вообще неважно, что, если что-то есть в человеке, то это ему для чего-то нужно. Значит, при помощи вот этого недуга, да, назовём, потому что, скорее всего, это спрашивали именно с этой стороны, то с этого недуга он получает свои какие-то плюшки, он как-то реализуется за счёт этого. Поэтому всё, что есть в человеке, это ему на этот момент просто необходимо. Прекрасно, прекрасно. Светочка, у нас есть Сергей, который хочет задать вопрос. Сейчас, минуточку, я включаю его, и мы как раз-таки, вот сейчас, минуточку. Да, Сергей, включайте микрофон. Я вас попросила включить. На нижней панели, внизу у вас есть микрофончик. Вы на него нажимаете и говорите. Алло, алло. Да, вас слышно, прекрасно. Вот сейчас, сейчас слышно меня, да? Да, да. Моё почтение добрым людям. Алло. Здравствуйте, здравствуйте, говорите. Здравствуйте, здравствуйте. Мёрзну, мёрзну. Сейчас у меня получается, ну, я как раньше ещё был на пищевой паузе, теперь с пищевой паузы я перешёл на депривацию сна, но точнее в автономию, это буквально пару дней. Ну, прыгнул так неплохо, хотя у меня самая большая пищевая пауза была, это, сейчас скажу, сухая, 6 дней. Но я, правда, тогда набрал камней и хотели удалять желчный пузырь. Ну, получилось так, что пошёл, сделал, а, с приступом, с приступом пришёл утром, потому что целую ночь я не спал, целую ночь я не спал, с приступом пришёл на УЗИ, зафиксировали камни в желчном пузыре. И самый большой был 0,93 миллиметра. Сказали, если ещё такой будет приступ, нужно удалять, будет желчный пузырь. Но я не согласился на удаление и пришёл через 3 недели, да, через 3-4, где-то вот так. И, получается, опять тот же самый врач был, делал УЗИ, смотрел, смотрел и сказал, что-то ничего в тебе не нахожу. Ну, каких-то два маленьких камушка. Спросил, а что ты делал? Я говорю, я по Неумывакину, такой академик Неумывакин, пил соду. Утром, вместо завтрака, содовый раствор, вместо завтрака, вместо обеда и ужин у меня был какой-то салатик. И так примерно за 3-4 недели я растворил камни. И вот, когда я опять перешёл, то есть послушал вашу автономию, мне понравилось это, опять начал практиковать сухие дни, сухие дни, то бывает, побаливал правый бок. Я боюсь, чтобы мне опять не набрал камни. Что вы можете порекомендовать? А, да, 28-го иду на УЗИ, опять посмотреть хочу, или есть камни, или нету. А то слишком переживаю, чтобы опять булыжников не набрался. Спасибо за ответ. Ну, наверное, я ещё раз повторюсь, да, что я не медик, я могу сказать только, рассказывать свой опыт. Я медик. Но я бы вам рекомендовала в любом случае, когда вы заходите на сухие паузы, на сухие дни, нужно очень чётко прислушиваться к своему организму. И если у вас есть такая уже особенность вашего организма, что он какие-то компоненты превращает в камни, да, то есть это же понятно, что если мы говорим про желчный пузырь, то значит желчь у вас не выходит, скапливается, и она генерируется именно вот в эти вот камушки. То есть камни, они же, вы же их не кушаете, чтобы они у вас там были, они же образуются из чего-то. Значит, вы как-то либо недостаточно, нужно смотреть, какой образ жизни вы вели до того, как вы начали практиковать сухие дни. И как вы проводите эти сухие дни, насколько вы подвижны, чтобы желчные оттоки могли вообще спокойно... Я спортсмен, я каждый день занимался, даже будучи на сухих днях, и бегал, и занимался. Но, скорее всего, я потом нашёл ответ, скорее всего, что... Как бы вам объяснить? Наверное, очень многое зависело от настроения, от психики, от головы. Потому что там тупое голодание было, а тут депривация, это, конечно, совершенно другое. Кстати, я вон там писал, может, помните меня? За камни спрашивал, вы тоже не... В чате писал. Помните или нет? Вы знаете, у меня как бы много вопросов. Ну, я за камни писал. Я просто идентифицировать не могу. Про камни кто-то писал. Да-да, вот это я, вот это я писал за камни. Потом я дал ответ, нашёл одного мужичка, который там, ну, примерно рассказывал. Ну, вроде бы нашёл... И написал, Эврика нашёл ответ. Ну, примерно вот такой. Это, правда, сейчас нужно полистать, посмотреть. Ну, тяжеловато будет найти. Ну, примерно понял, как что и к чему. Ну, в общем, вторник, 28-го, иду на УЗИ, опять буду смотреть. Но, кстати, кстати, наверное, организм адаптировался мой. И уже камни, наверное, набирать не будет. Потому что нытья в правом подреберье уже, ну, как-то... Уже нету. Уже нету. А раньше был. Вот когда только начинал в аутономию уходить, то меня вот этот, как бы сказать, ещё поднывал. А сейчас поднывание это исчезло. Может, скорее всего, что я понял ответ. Ответ я нашёл. Почему? Вот я просто вам объясню ситуацию. Когда я делал УЗИ, камень 0,93 мм. Это считается большой. У нас проток желчного пузыря 0,5 мм. И вот УЗИ, когда делали врач, сказал, что он как раз стоит этот камень острый на выходе. Если он попадёт в желчный проток, забивается в желчный проток, человек начинает желтеть и сразу идёт на удаление желчного пузыря. Потому что желтуха. В том-то же, в чём дело, что во время голодания, некоторые, как я читал, что во время голодания избавляются от камней, от песка, от этого. То есть, организм начинает выталкивать всё чужеродное. И получается, и получается, я так думаю, что во время голодания организм начал выталкивать этот камень. И этот камень как раз стал на желчный проток. И благодаря тому, что я, возможно, пил соду по неумывакину. Ну, слышали такого, может. Не знаю, слышали, не слышали. Там содовый раствор нужно, не так ложками, это нужно натощак. И ещё спазмолитики пил, там ещё что-то вот это. Получается, скорее всего, что я расширил этот желчный проток и помог организму во время голодания вытолкнуть этот камень. Потому что, когда уже делали УЗИ, ничего там не нашли. Там пару мелких камушков нашли. Вот такое вот дело. То есть, во время голодания, во время голодания, организм избавляется от всего чужеродного. У меня камень, получается, набрал чужеродный. И тогда он его, скорее всего, пытался вытолкнуть. И он как раз попал туда. Может, его и вытолкнул. Он как раз тогда был... Спасибо вам большое. Вы сами задали вопрос, сами ответили. Очень хорошо. Давайте мы пойдём дальше. И потом, попозже, может быть, ещё какие-то вопросы будут от наших участников. Договорились? Можете ли вы отключиться сами или вам помочь? Сейчас я пока... Давай помогайте. Поможем. Хорошо. Сейчас минуточку, иначе у нас эфир всего час идёт. И мы хотели бы, чтобы многие могли услышать ответы на свои вопросы. Хорошо, Сергей? Добрый день. Благодарим вас. Хорошо. Итак, ребята, у нас есть ещё вопросы. Светлана, ты сама нашла или тебе зачитать, дорогая? Я сейчас один вопрос прочитаю, который у меня тоже с чата пришёл. На сухих днях после пробежки чувствую боль в боку. Я бы рекомендовала выдохнуть при переносе веса тела на левую ногу. Когда такие ситуации есть, выдыхаете при переносе веса на левую ногу. Это уменьшит давление печени на диафрагму и снизит болевые ощущения в боку. Очень действенное упражнение. Потому что большинство людей делает вдох именно, ступая на правую ногу. А это ведёт к увеличению давления на печень. Поэтому если после пробежек, либо когда уходим, чувствуете, что что-то покалывает в боку, выдыхаете с переносом тела на левую ногу. И боли эти проходят. Римочка, готова услышать вопрос? Да, есть вопрос у нас с канала на ютубе от Ирины. Она спрашивает, есть ли подсказка, как зайти на 3-5 дней, потому что практиковала 2-3 дня в месяц. Дальше психика не пускает. Начинаю есть плюшки. Вот так вот. Ну, конечно, есть рекомендации, но мы все рекомендации, я не смогу дать. Эфир очень ограниченный. Эти рекомендации как раз мы с ребятами и проходим в марафонах, чтобы это было постепенно. То есть изначально мы должны понимать, что физика у нас в любом случае, она идёт за психикой. И как только мы начинаем разбираться, почему мы хотим кушать, почему мы хотим этих эмоций, почему мы выходим с этих состояний, которые нам вроде бы и нравятся, и почему у нас появляется слабость. То есть все эти моменты, они, конечно же, разбираются. Вы их можете и сами проработать, но это должна быть такая очень глубокая, наверное, работа с самим собой, где вы будете постоянно записывать все свои, всё, что с вами будет происходить, нужно записывать в тетрадки. Только так вы сможете проанализировать то, что с вами было. Потому что вспомнить те ощущения, которые были даже часа два назад, это крайне сложно. У нас так устроен мозг. И если вы хотите самостоятельно разобраться со своим этапом вот этим, что вы не можете, например, вы хотите выйти на пять дней, но у вас постоянно максимум два дня. Нужно разобраться, почему два дня, и почему вы хотите именно на пять дней, почему такая цифра. То есть скрыто даже не в том, что вы не можете выйти, а скрыто даже в том, почему вы себе поставили такой крючочек пять дней. То есть нужно каждый момент прорабатывать, и как только вы начнёте это делать самостоятельно, либо с кем-то, с чьей-то помощью, то вы тогда начнёте докапываться до тех мелочей, которые вас тормозят на вашем пути. И будет тогда уже всё легче. Но это обязательно нужно работать с головой. Я возвращаюсь. Итак, ребята, может быть, кто-то у нас в чате есть с вопросами также из присутствующих, поэтому, пожалуйста, либо включайте микрофон и сразу, либо поднимайте руки, как вам удобно. Я вижу, у Ольги включен, по-моему, и у Лены микрофон. Александр, Ульфия, пожалуйста, кто хочет спросить. Пока тихо. Ну вот Ирина там продолжила вопрос, действительно, как договориться с головой. Но вот из своего опыта, что сейчас я прошла, на самом деле настолько много всяких вот этих желаний, желаний, мыслей идёт, что если не записывать, то потом отследить это действительно непросто. Поэтому Светлана и говорит об этом, что желательно, чтобы мы вели дневники. И вот я как ученица сегодня начала эфир с того, что пролистала свою тетрадь. И мне очень понравилась техника. Я, конечно, понимаю, что это моя затравка будет, если объяснять это долго. Потому что мы где-то около двух занятий со Светланой говорили на эту тему. Есть такое понятие «домыслие». Мне очень понравилось это, Светлана. Когда мы ловили, да? Кто это? Кто же это хочет? Кто же это просит поесть или попить? Вот очень интересно, друзья. Так вот, Светочка, читай, если есть вопросы. Пока нет у меня. Тут такой вопрос. У нас сейчас тема, да, очень такая появилась, что про гипноз у нас очень многие спрашивают про гипноз. И вот вас обучали гипнозу? И что такое гипноз? Да, гипнозу меня обучали, потому что у меня есть несколько образований, в том числе и психологическое, где там, ну, наверное, как обязательный курс. То есть у меня не специализировано образование по гипнозу, но у нас было несколько предметов, где мы это разбирали. И, конечно же, вопрос был такой, что может ли человек приперейти на автономию через гипноз? Я все же считаю, что, наверное, через гипнотическое состояние на автономию перейти крайне сложно, ну, либо вообще невозможно. Потому что, наверное, чтобы не занимать весь эфир, я, наверное, еще раз добавлю такими простыми, как я это понимаю, да, смотрите, что такое гипноз? В гипноз транс нас вводит кто-либо, какой-либо человек. То есть само гипнотическое состояние его получить практически невозможно. Можно, но очень сложно. В транс вести человека, либо самого себя, это, да, это другой момент, это разные абсолютно вещи, хотя многие говорят, что это одно и то же, просто уровни воздействия разные. Но там даже не уровни воздействия, там волновая структура самой практики, она немного отличается. И если мы будем говорить именно о гипнозе, то я все-таки считаю, что если мы говорим о гипнозе, чтобы можно было ввести через гипноз в состояние автономии, но первый момент, что я ни разу не слышала и не видела автонома, который бы сказал, что да, вот я вот столько-то времени нахожусь в состоянии автономии после гипноза. Это первый момент. И второй момент. Я все-таки считаю, наверное, что в состоянии гипноза должен воздеть человек, если мы говорим про автономию, то это должен делать как минимум сам автоном. Потому что как он даст установки кому-то, не понимая, что стоит за этим словом. И если, другой момент еще, если человек, которого вводят в состояние гипноза, в состояние автономии, и если он сам не знает, что такое состояние автономии, то он в это состояние войти не сможет. Смотрите, если гипнолог выводит, например, возьмем большой зал, да, сцена, выводит человека и говорит, вводит его в легкое гипнотическое состояние и говорит, вот ты известный художник, нарисуй мне такую-то картину. Все знают, что такое художник. Все, например, знают этого художника, какого-нибудь известного. Его картины знают. Возможно, не… То есть в нашем сознании же есть не только те вещи, которые мы постоянно изучаем, а в нашем сознании остаются те вещи, которые мы видим когда-то мимолетно. То есть мы могли бы эту картину посмотреть несколько лет назад на уроки литературы, обсудить этого писательного, художника. И, например, гипнолог говорит, что нарисуй какую-то картину вот этого художника. Человек берет и рисует эту картину. После того, как он вышел из состояния, из гипнотического состояния, когда его вывели, он эту картину нарисовать не сможет. Все, у него уже этого состояния нет. И если, например, гипнолог скажет там, войди в состояние абр-кадабры, а у человека, которого гипнотизируют, нет представления состояния абр-кадабры, он в это состояние войти не сможет. У него будет ступор. Все, он не сможет этого сделать. И точно так же, когда мы говорим о каких-то плюшках, я понимаю, что людям очень нравятся вот эти вот таблетки. Вот выпей одну таблетку, и ты станешь, ты выпей там, помой вот одним шампунем, и волосы у тебя станут, как, я не знаю, там, фоконский хвост огромный, красивый, блестящий, и расти будут по, не знаю, там, по 20 сантиметров в неделю. Но вот этих волшебных таблеток, это, видимо, наш мозг, как нас все-таки хочет куда-то заманить, какими-нибудь плюшками, чтобы отвлечь нас от какой-то действительности. И именно поэтому я считаю, что гипнологи – это замечательные люди, они делают очень много добра. Но именно если мы будем рассматривать со стороны автономии, то, наверное, здесь у меня очень большие сомнения. И больше не буду занимать эфир по этому вопросу, потому что у нас будет следующий эфир именно, который будет касаться этим гипнозом, потому что вопросами очень много закидали, поэтому тема какая-то вот эта вот пошла у нас очень такая, вновь развивающаяся. Поэтому вот пока как-то так отвечу. Спасибо, спасибо, Света. Вот. И вот хотелось бы немножко продолжить переписку с нашими ребятами из Ютуба. Вот спрашивают, и так все-таки какой же выход будет у нас желчным? Но надо хотя бы несколько фраз, потому что у людей осталось вот это непонимание. Если все-таки он идет острым этим, у нас Сергей сказал, что он справился с помощью содовой воды, что у тебя, может быть, в опыте есть, Светочка, по поводу камней. С желчным, в любом случае, если вы знаете, что нет, если вы знаете, что есть камни в желчном пузыре, то, наверное, я уже здесь вам не советчик, это нужно уже самостоятельно принимать решение. Ну, а вообще, перед тем, как заходить на сухие дни, нужен своеобразный процесс. И если вы понимаете, что у вас желчные оттоки работают не очень хорошо, например, белки глазок у вас бывают часто мутные, да, вы это замечаете, но вроде бы болевых ощущений нет, то перед тем, как заходить на сухие дни, попробуйте каждое утро хотя бы дня три подряд натощак выпивать стакан горячей воды, прям, ну, такой, не кипяток, горячей воды и немножечко лимона. Это расширит желчные протоки, горячая вода, и сделает более легкий отток желчи. Это так вы подготовитесь к сухим дням. На сухие дни, когда вы будете заходить, тоже там нужно облегчить питание. На самих сухих днях нужно обязательно будет вам ходить на пяточках, то есть не меньше пяти минут в день, потому что я уже говорила, что пяточки – это как наши кнопочки. Когда мы ходим на пяточках, у нас идет такая естественная вибрация организма, и у нас получается, что каждый орган, он становится на свое место. И у нас это очень полезно для тех, у кого вот как раз идут вот эти сложные желчные оттоки, чтобы немножечко как бы расшевелить вот эту желчь. Потом это очень полезно у тех, у кого варикозное расширение вен, тоже ножки перестают болеть, но буквально через неделю-две вы почувствуете огромное облегчение. Ну и, конечно же, выходить нужно обязательно с полынью, потому что полынь – это не… у нее очень много свойств, и в том числе она… она очень хорошо… очень желчная, такая трава желчеконная, то есть она очень хорошо, вот если вы… если на сухих днях у вас уже появились вот эти вот сгустки, то есть без жидкости, уже желчная, начинает вот как бы скапливаться немножечко, то после сухих дней, когда вы попьете отвар полыни, то она очень хорошо промоет, очень хорошо начнет выводить эту желчь, которая вам не нужна, которая задержалась каким-то… каким-то чудом там, где не нужно ей было задерживаться. Но это вот такие самые обычные рекомендации, а все остальное, наверное, это все равно индивидуально. Это вот только то, что я могу сказать общее, чтобы каждый на себя это не примерял, потому что у каждого ситуация в любом случае индивидуальна. Да, да. И вот как раз относительно полыни, я такая ученица, знаете, экспериментатор, я с первого раза не вышла на полыни. Я придумала свой там коктейль и так далее и там подобное. А второй раз, когда я выходила, я взяла и выпила полыни. Я даже не отвар делала, а просто у меня измельченная такая. Я залила водичку и выпила вместе, чтобы она там уже подальше работала. И на самом деле вот эта горечь не дает делать зажоры. Она просто нет желания ничего кушать. Поэтому вот, ребята, пользуйтесь, пока Светлана об этом рассказывает изо дня в день. Каждый четверг она говорит об этом. Вот, хорошо. А есть еще ли вопросы? Или я могу продолжить? Здесь коротенькие такие. Да, продолжай. Хорошо. Итак, Сергей спрашивает, как вычислить, насколько критично упал вес? По какой формуле? Знаешь ли, Светлана, ты формулу? Ну, ребят, вы, наверное, вот задавая этот вопрос, вы, наверное, сами знаете, какую формулу. Самая лучшая формула это, во-первых, свое самочувствие, а во-вторых, встать перед зеркалом и посмотреть, насколько вы себе нравитесь в этом состоянии, насколько вы готовы идти дальше, либо все же нужно, наверное, как-то немножечко вернуться, набрать вес какими-либо продуктами, которые подходят именно вам для набора веса и начать работать с психикой. Потому что, если мы будем говорить о формулах, ну, я немножечко с ними не согласна, с этими формулами, хотя они есть в интернете, они общестатистические, если вы готовы к этим формулам обратиться, то, наверное, это ваш выбор, но все же я считаю, что, наверное, это ваше самочувствие и ваш внешний вид. Наверное, вы многое о чем скажете. Согласна. Согласна полностью, потому что пока я тоже занималась в течение года всякими своими экспериментами и по поводу формулы, смотрите, ребят, я слушала разных автономов и от 13, от минус, от вашего роста минус 113 либо 118 даже. Представляете, это практически дистрофия для меня уже. Но кому-то это очень комфортно и удобно, поэтому вот каждый свое решает. Хорошо, и еще вопросик, я дальше потом уже подгляжу, пока буду в паузе. От Андрея, по-моему, Андрей спрашивает, сколько готовить тело? Может быть, хотя бы основные принципы подготовки тела к автономии и едине? Ребят, наверное, я скажу вам так, что у каждого свои сроки, и если мы говорим подготовка тела, то вы должны и телом, и головой идти, как бы сначала тело-голова, тело-голова, то есть мы не можем скакать на одной ноге, мы не можем прорабатывать только тело, нам все равно нужно прорабатывать еще и психику. Это обязательное условие для комфортного существования вне еды какой-то длительный срок. А если мы говорим об автономии, то я вам еще не могу сказать такого, что я не считаю себя прям таким автономом. Мне кажется, что человек, который может себя четко назвать, что он автоном, это тот, который как минимум два года жил вне еды, вне воды и с минимальным количеством сна. Поэтому прям как подготовить к автономии, но, наверное, я вам могу рассказать только свой путь, что я и делаю и на открытых лекциях, и на своих каких-то марафонах. Могу рассказать свой опыт и могу рассказать, как вы можете прийти к семимесячному неедению, но по как бы большему неедению я не могу сказать, потому что больше я не была. Сегодня семь месяцев как раз-таки, еще день такой праздник Пахов, у нас православный праздник. Вот, хорошо, вот прям такие сегодня бурные аплодисменты Светлане и различные, не знаю, вот у меня я тут отправляю фейерверки. И есть вопросик Светочка, есть вопросик от Лидии из Алматы, у нас Лидочка написала длинный вопрос, и он касается того, что она никак не может пойти больше, чем два дня, получается, больше двух дней не получается, не видит другого пути, потому что уже начинает думать о том, что может быть не дано телу перейти в автономный режим. Может быть так, есть ли такая причина, узнавала о различных костылях для уменьшения аппетита и при заходе на чистые дни, хочется попробовать их, но не видит она другого пути, вот так, и спрашивает, может быть такое, что не дано телу перейти в автономный режим. как можно пить? Я думаю, что здесь наверное все же не тело, потому что тело оно отдыхает, то есть если бы вам было не дано вообще жить без еды и без воды, то я думаю тело бы оно сказало вам через 12 часов, что все, стопе, это не наше, пойдем кушать, но если оно достаточно комфортно существует 36 часов, то оно может существовать и дольше, но вы не можете выйти на длительные сухие дни не потому, что ваше тело сопротивляется, а потому что вы по каким-то вам по каким-то причинам так комфортно, вы получаете какие-то свои бонусы от еды, получаете свои бонусы от тех, состояний и от тех ощущений, когда вы находитесь на еде, и именно поэтому вам сложно выйти в иное состояние, которое для вас неизвестное и которое на сегодняшний день может быть даже где-то и страшно, и неудобно, и некомфортно, поэтому здесь все-таки нужно, наверное, поработать с головой и облегчить питание, если оно у вас еще какое-то более такое плотное. Пытаюсь прочитать на английском языке, пытаюсь прочитать сообщения, и, в общем-то, не это самое, пока у меня я не успела. Единственное, что вот здесь действительно пишет у нас «Авторимная жизнь» пишет, что достаточно много эфиров уже у Светланы, где Света уже рассказала ответы на эти вопросы, иногда только прослушать. сейчас пытаюсь прочитать от Моники. Светлана, когда у меня много работы или стресс, вот, прямо это самое, это из Чехии похож такой язык, да, я пробовала и у меня невозможно слабости голод, вот, холод и голод, вот, это когда много работы и психологически, в общем-то, физически и все такое, стрессы. Может быть, это тебе удобнее там прочитать? Светланка, когда у меня много, да, то есть вот человеку холодно, насколько я понимаю, слабость, хлад и голод, вот, то есть получается, что как быть, можно ли быть на сухих днях вот в это время, когда работа стрессовая такая, психически написана? Ну, вообще, состояние, я все-таки склонна к тому, что приравнивать вот это вот состояние автономии, когда мы находимся вне еды и вне жидкости, это должно быть наше естественное состояние, то есть мы должны в нем и работать, заниматься своими какими-то повседневными делами и бытом, оно не должно, мы не должны уходить в горы и там начинать автономить, проверять себя, насколько мы готовы, потому что это глупо, потому что мы же все равно вернемся обратно в социум, и если вы говорите именно про те вещи, что какая-то идет слабость, замерзание на чистых днях, то это нужно смотреть на каких чистых днях, на каком дне, но есть несколько рекомендаций, во-первых, очень хорошо прогревает холодная вода, если вы замерзаете на чистых днях, то можете либо сходить куда-то, если есть природные источники, то можно в природные источники, но это нужно подготовленным быть, а так, в принципе, можно дома под холодным душем хотя бы там минутку постоять под холодным душем, и тогда тело дает импульс, что холод, снаружи холод, тогда он изнутри начинает давать тепло, и вы тогда разогреетесь, если мы говорим о слабости, то я уже рекомендовала гвоздику, то есть буквально одну-две палочки под язычок кладете и рассасываете, если хотите избавиться и от холода, и от того, что слабость, то я бы рекомендовала очень-очень хорошо разминать ушки, то есть у нас на ушах очень много вот этих различных точек, и когда мы очень-очень сильно начинаем разогревать уши, прямо их так, потом вот так вот терять, прямо до красноты, то тогда у нас начинается вот этот вот прилив энергии, прилив крови, и у нас состояние выравнивается, у нас кровь пошла, то есть у нас ушла слабость, и у нас получается, что помимо того, что слабость ушла, естественно, и пошел процесс согревания организма. Еще какой-то там про еще что-то было или ответила. Комплимент можно сделать ведущий. Приветствуется. Говорят, каждый питомец должен быть похожим на своего хозяина, я так посмотрел, о, точно похожий, так что вам комплимент и вашей кошечке. Да, еще один вопрос можно? Вот я начал как бы сказать в автономии, кстати, у меня сегодня автономный день рождения, можно сказать, что я углубился в автономии, вот можно сказать, что у меня сегодня день рождения. Вот смотрите, такой вопрос, например, если человек к автономии не очень подготовленный, вход на чистый день, там, ну, на чистый день, на один, на два, потом отскок, адаптировался, через там пару дней опять вход на день, на два, опять отскок, ну, вы понимаете, да? Или там потом проходит еще пару дней, опять вход на чистые дни и опять отскок на день, на два, и каждый раз вот этот вход на чистые дни у него будет увеличиваться, точнее, он увеличивает, 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 и так он понемножку продвигается вперед. Такое же тоже можно быть. Да, конечно, каждый выбирает свой метод, как ему комфортнее, как ему удобнее. Почему нет? Конечно, можно и так. Я пробовала тоже разные методы. тогда еще такой вопрос, а отскок, ну, как бы сказать, ну, отход, отскок, как правильно говорить? Ну, я бы сказала, что это путь, это не отскок, не отход, это отход. Когда заходишь на чистые дни, потом отскок. знаешь, кушать. Ну, да, мы будем называть отскок, или отход вот это. У нас говорят откаты, Сергей. Откат, откат, вот, правильно, откат. Такой вопрос, слишком нужно придерживаться, чтобы там, ну, если ты постоянно был на мясе, там, на этом, или все-таки понемножку уменьшать, уменьшать. У меня как получается откат? Что вот, когда я захожу на чистый день, даже взять не чистый день, а пищевую паузу. Когда я заходил на пищевую паузу, то у меня откат был, и какой-то продукт отпадал, там сладости отпали. Потом опять захожу на сухое голодание, и опять откат. После этого отката какой-то следующий продукт отпал. И вот у меня был последний, ну, как бы сказать, откат после сухого голодания. У меня мясный продукт отпал, он меня уже не интересует. И так продолжать, дальше пока доходишь до строгого, до вегетарианства, потом доходишь до строгого вегетарианства, потом до фрукторианства, и потом переходишь уже на полную автономию на длительное время. Так же можно быть? Ну, возможно, у меня просто было не так. У меня не было этапа фрукторианства. Ну, я с сухих дней перешел, то есть не с сухих, но с пищевой паузы я перешел на автономию. То есть не перешел, но пытаюсь понемножку переходить на автономию. Ну, вроде получается. Пока сутки, ну, сегодня, наверное, попробую двое суток. То есть по своему самочувствию смотрю. Вот мне комфортно, ну, просто пробую, пробую, ну, как вы сказали, на свою комфортность уповать на свое тело. Вот считаю, что дальше нужно уже выходить. Значит, выходишь. Ну, так примерно. Не знаю, получится. Нет, надеюсь, что получится, но чудеса понемножку начинают происходить. Пока, пока, пока боюсь хвалиться. Чтобы не сгладить. Поздравляем, поздравляем, Сергей, с вашим днем рождения. И мы переходим дальше к вопросам. Раз вы смогли включиться, значит, вы также можете немножко сделать паузу. Хорошо? Спасибо. Вот. Здесь еще у нас есть вопросы на канале YouTube, друзья. И получается, что есть от такого плана вопрос. Это почему-то в стрессовых ситуациях при проблемах лучше получается заходить на неедение. Можете ли прокомментировать от Александра? Ну, в стрессовых ситуациях у нас просто нет аппетита, у нас идет гормональный... Ребят, тут смотрите, тут же не только в стрессовых ситуациях. У нас вообще, когда у нас прыгает гормональный фон, хорошо или плохо, стресс или радость, это мы повешали эти шаблоны. А по большому счету у нас просто гормональный фон подскочил. И как только наш гормональный фон подскакивает, то есть нам от другого получить эти плюшки, от иного другого уже нет необходимости. А так как мы получаем вот этот вот скачок гормонального фона чаще всего от еды, поэтому у нас еда, она и отскакивает. Это же не важно, когда у нас стресс какой-то, да, у нас получается, что у нас уходит еда, то есть нам не нужно еще дополнительно получать какие-то всплески гормональные, эмоциональные, мы просто в этом всплеске живем. То же самое, что когда у нас и положительные ведь моменты, то есть вот вспомните даже какая-то влюбленность или вы там ждете чего-то, какого-то события, вы весь на эмоциях, у вас точно так же уходит аппетит, у вас точно так же уходит еда на задний фон. Это говорится не о том, что мы, потому что плохо и вот она уходит, это просто скачок гормонального фона, а плохо или хорошо, еще раз повторюсь, это уже наши шаблоны, это мы навешали, что вот сюда вот плохо, а сюда хорошо, а по факту это просто у нас идет всплеск и идет у нас в мозг вот как раз эта реакция, то те гормональная субстанция, так назовем, да, потому что я не буду сейчас уточнять, что идет, какие мендорфины, там еще что-то, еще что-то, любой гормональный всплеск, он дает вам те эмоции, которые вы получали от чего-либо, то есть попробуйте даже, например, какой-то экстремальный вид спорта, после экстремального вида спорта, да даже после самого спорта, как правило, вы какой-то промежуток времени кушать еще не хотите, потому что вам хватает вот этого эмоционального фона. Ясно, очень интересно, действительно. Прима, можно вопрос? Конечно, конечно, представьтесь, кто говорит. это Лида, я была у Светланы на марафоне, Светлана, наверное, помнишь меня? Это я, которая на коленях стояла, ну, в детстве, помнишь? Вот, у меня просто такой вопрос, я вот много роликов пересмотрела и автономов, в общем-то, и людей близких к автономии, у меня просто такое, ну, как бы, я люблю размышлять, анализировать все это, и вот у меня не складывается, вот нас на земле миллиарды людей, да, мы все разные и очень много людей пытаются переходить на автономию, очень много, вот, насколько я знаю, и вот перешли единицы, практически единицы, вот, я не могу понять, в чем все-таки главная причина, вот это препятствие, вот этот ступор, почему мы не можем перейти, ведь желание огромное, все, вот все, и пытаешься сделать все правильно, и как-то подготавливаться и морально, то есть мозгами и телом, вот, ну, не получается, вот, ну, никак, вот в чем, вот, по-твоему, вот главная причина у простых людей? Ну, мы как раз эту тему вчера в закрытом клубе обсуждали, почему многие люди не могут перейти, почему мы не можем перейти на автономию, почему постоянно выбрасываем. Эту тему мы вчера подняли в закрытом клубе, ее проговаривали, но я ее, наверное, сейчас коротко так расскажу, вернее, не расскажу, обозначу, вот смотрите, каждый человек, находясь в первом классе, да, вот он пошел в школу, его привели в школу, и он в этой школе должен наполниться знаниями, но наполниться знаниями, вот ему, если положить перед ним учебник и не сказать, как им пользоваться, то он будет с этим учебником сидеть год, два, три, хоть сколько он может сидеть, может, кто-то там через год додумается, как его читать, кто-то через 10 лет, и у нас с вами такие же ситуации, то есть мы с вами вроде бы все подготовили, но мы подготовили только ровным счетом то, что мы осознали, что нам сказали, куда идти, но если мы направление, если бы, если нам не подсказывают направление, куда идти дальше, то нам очень сложно выйти на следующий виток нашей осознанности, чтобы пойти дальше, потому что вроде бы уже, мы уже говорили, да, вроде бы уже и кушать не хочется, вроде бы уже и слабости нет, а все равно начинаем кушать. Почему? Именно потому, что мы, нам некому подсказать, когда мы наполняемся, и что происходит с нашим телом, когда нам нужно переходить на иной уровень, на другой уровень. мы же все прекрасно понимаем, что есть несколько уровней, которые разной плотности, и если мы в этой плотности уже полностью наполнились, сформировались, и мы полны идти дальше, то нам нужно переходить на следующий уровень. И вот будет у вас тот проводник, который перейдет вас на следующий уровень или нет, это уже другой вопрос, но по крайней мере сейчас у вас есть ответ, что действительно вы должны наполниться на этом уровне и переходить в следующую плотность, по-другому не будет, то есть вы в первом классе вы косинус и синус изучать не сможете, вы хотите идти дальше, оставаясь на том же уровне, так не получится. Я понятно ответила? Да, это на самом деле очень просто, просто единственное, я говорю, что это нужно все равно, это нужно, чтобы кто-то, это хорошо, когда кто-то подсказывает, у меня, у меня, к сожалению, он может быть такой вот длинный размытый путь, не потому, что я такая длинная и размытая, что я такой нехороший ученик, а может потому, что мне некому было подсказки, я с удовольствием с вами делюсь, потому что путь, он абсолютно простой, он действительно, он очень увлекательный, и там нет никаких сложных заковыров, и мы это с ребятами все проходим на марафонах, но все нюансы в открытых эфирах я не могу сказать просто по той причине, потому что не каждый человек готов к восприятию какой-либо информации, но все просто, все в нас уже заложено, просто нужно показать, как идти, и вы пойдете постепенно, постепенно, постепенно захватывая те моменты, которые будут осознаваться, и вы будете просто приятно удивлены, как все на самом деле, как все просто устроено, если вам четко рассказать это все по полочкам. То есть получается, что тело как бы стоит на втором месте, на первом месте сознания, наши мозги, наша подготовленность моральная, я правильно поняла? Ну, наша моральная подготовленность, конечно, она стоит в любом случае, она чуть выше, чем наше тело, и когда мы подготовили и мозги, и тело на этом уровне, в этом пространстве, в этой плотности, то только после этого вы готовы переходить в следующую плотность. Мы не можем здесь задерживать. Если мы здесь наполнились, то нас это пространство, оно будет сжимать. Нам необходимо либо идти дальше, либо нас откинет обратно. понимаете? В принципе, я понимаю, но... Ну, как это сделать, не понимаю, да? Ну, как это сделать, да, ну, я же говорю, перешли единицы на автономию, единицы буквально. Получается, у всех такая проблема? Ну, ладно, я за всех решать не буду, я хочу для себя решить. Спасибо, Светлана, я буду думать над этим вопросом, иначе дальше никак не продвинуться. Хочется, очень хочется дальше идти. Вот эти камни на ногах, они прям держат. Приходите в закрытый клуб, и там мы как раз обсуждаем все вот эти вот нюансики, которые нас тормозят, потому что они у всех в принципе одни и те же, у всех одинаковы. Просто их нужно проработать, и тогда будет проще. Когда идем к командой, то, конечно же, и командой тоже проще идти. Приходите, там очень часто... Нам нужно, Римма, ссылочку сбрось, пожалуйста. Да, сбросим ссылочку сейчас и в Zoom, и в YouTube канал, и после эфира там будут ссылки на все каналы Светланы, Instagram, Telegram и так далее, друзья. И вот здесь как раз, кстати, под завершение есть вопрос. Тогда следующий марафон и какие условия для участия? Спрашивай. Условия для участия это желание, это единственное условие. Сегодня начался по депривации сна, в него уже добавиться нельзя будет. 16 числа будет марафон возможности меня, это где мы прорабатываем тело и голову именно по пищевым паузам. А следующие марафоны все есть в шапке профилей, в топлинке, я все даты не помню, но мы их постоянно корректируем, поэтому в Instagram в шапке профилей, в топлинке, там всегда информацию мы стараемся обновлять очень быстро. Если кто-то хочет, то 16 числа с удовольствием кто-то присоединится. Да, это уже послезавтра, это уже суббота, собственно, да, марафон возможности меня, конечно, сдвинул меня с места, с этой точки мертвой, на которой я практически стопталась 11 месяцев, друзья, и я рекомендую все-таки пройти, как говорится, плечо к плечу, рука об руку вместе со Светланой и с группой, которая создастся из тех же людей, которые сегодня, сейчас, возможно, уже приняли решение зайти на марафон и познать себя вот намного, скажем, на новом уровне и вот пройти плотности. На самом деле это все было со мной в течение года, но именно вот эти такие, скажем, подробности и опыт всех участников группы действительно показывает, что это не страшно, что это не галюны и так далее и тому подобное, когда мы еще депривируем сон, поэтому очень интересно и не страшно. Первое, что я написала вот в отзыве, когда прошла марафон, я сказала, что я счастлива, что я поняла, что это для меня безопасно, для меня важна была безопасность, друзья, я думаю, что для каждого из вас это тоже основной вопрос, и почему иногда не пускают психика, именно потому, что боится, что вдруг что-то будет, страхи у нас у всех есть, и вот мне понравилось, что эти страхи ушли у меня во время марафона, потому что было все, знаете, шаг за шагом мы продвинулись на шажочек вместе, сравнялись, пошли дальше, все поняли, все проработали, и вот этим мне очень, просто не знаю, как сказать, очень мягкий такой марафон, и очень-очень приятно было находиться с тем, что никто никого не ругал, не контролировал, все шло на нашей осознанности, на нашей зрелости, вот, ребята, просто вообще прекрасное, прекрасное состояние, когда уже как хочется кричать Эврика, Эврика, ну что ж, если есть еще вопросы, я даю микрофон, у меня тут уже длинный, если есть в чате, то я еще отвечу, а так у нас уже время подходит, не вижу никаких вопросов, если что, поэтому да, мы как раз-таки уложились в час, прям вот, ух, тютелька в тютельку, друзья, вот, наверное, все, да, Светлана, скажи, как там у тебя? Да, тогда мы до следующей недели, но как у нас в воскресенье будет эфир на страничке школы автономии, во вторник будет эфир на моей страничке, приходите, и по четвергам мы здесь и на Автополстаре, и в Зуме, с удовольствием вас жду, очень приятно на ваши вопросы отвечать, очень, мне, конечно же, очень приятно, что вам полезна моя информация, и с удовольствием, конечно же, отвечает, и приходите в закрытый клуб, у кого нет возможности пройти на марафоны, либо кто-то хочет проработать свои какие-то моменты, кто-то хочет быть постоянно в группе, общение, выходить тоже в эфиры совместные, то тогда можно будет уже в закрытый клуб присоединиться, там у нас такая болталка своя местная, тоже всех жду, спасибо вам огромное, спасибо, Римочка, тебе, тебе, Светочка, и всем участникам, я хочу сказать, что, ребята, канал Автополстар на Ютубе, и, пожалуйста, вы можете зайти сейчас под любое видео Светланы, и там будет ссылочка и приглашение во все группы, вот, вы можете по этим ссылкам пройтись, и все, и вы окажетесь и в Телеграме, и в Инстаграме, и дальше уже в шапке профиля и так далее, вы уже будете выходить на платные марафоны, которые у Светланы как раз-таки, вот, один уже, один завершается, другой на него накладывается, и так вот все время, вот, поэтому, кто сейчас в зуме, если не терпится, то подождите, сейчас после окончания я скину ссылочку, друзья, я вот сейчас как раз ее копирую, все, мы завершаем эфир. они, они,